Ксюша и Юра после того, как поженились, первым делом решили перебраться в свое собственное гнездышко, чтобы не жить за днем. На самом деле старенькая двушка принадлежала Ксюше, которую та получила в наследство от прабабки. В ближайшем будущем молодые супруги собирались оформлять ипотеку на более просторную квартиру, но пока что средств не хватало даже на первоначальный взнос, поэтому решено было временно пожить в этой квартире. Разумеется, мебель в этой квартире была старой, еще со времен, когда тут жила прабабушка. Супруги приняли решение как можно скорее поменять ее на более современную. В семье Юры было принято, что выбором мебели занимаются женщины, но Ксюша посчитала, что будет правильнее, если они вместе выберут то, что им понравится. Забегая наперед, скажу, что это решение очень помогло ей в дальнейшем. Первое время Ксюша после работы каждый день заходила в мебельный магазин, который недалеко от дома и присматривала каждой необходимой вещи по несколько экземпляров. К примеру, 3-4 кухонные стенки, столько же моделей кровати, столов и так далее. После чего она уже вместе с Юрой пришла в магазин и предложила выбрать из уже отобранных моделей. Действительно, мужу оказалось так намного проще сделать окончательный выбор, чем если бы он вместе с женой штудировал бесконечные варианты несколько дней. Очень быстро супруги выбрали все необходимое. Расставляли купленное также вместе. Ксюше хотелось знать мнение мужа, а не просто просить его поставить предметы в те места, которые она сочтет нужным. И вот спустя месяц Юра с Ксюшей организовали новоселье и пригласили в гости всех родственников. Ксюша накрывала на стол, а Юра в это время сходил в магазин за тортиком, фруктами, напитками и букетом цветов. Молодожены решили, что он отлично украсит праздничный стол. Гости собрались, посидели, немного выпили. И тут мама Юры, набравшись храбрости, решила пройтись при всех по невестке, которая, по ее мнению, все делает не так и вообще напрочь лишена вкуса. А мне вот интересно, Ксюша как мебель выбирала? Неужто решила купить самую невыразительную? С чего вы взяли? Хорошая, качественная мебель по оптимальной цене? Да уж, безвкусица полная, честное слово. Но расставить-то так, это же еще надо догадаться. Нелепо. Родню посмешить решили, что ли? Да вроде бы только вам и смешно. Ну а что за веник красуется на столе? Получше не нашлось? А чего это вы мне все это выговариваете? Юра и мебель выбирал, и расставлял ее, и цветы, кстати говоря, тоже выбирал ваш сын. Шокированная свекровь заметно растерялась, пулей вылетела из-за стола и удалилась в коридор. Туда же вышел и Юра. Ксюша услышала их разговор, потому как муж говорил на повышенных тонах и явно сдерживался, чтобы не разораться. Что за спектакль сейчас был? Ты меня перед всеми решила опозорить? Юрочка, ну ты же говорил мне, что Ксюша ходила в мебельный магазин. Да, ходила. Но в итоге все выбирал я сам. Что же ты не сказал мне, что ходил вместе с ней? Опозоренная свекровь в тот вечер так и ушла, ни с кем не попрощавшись. Остальная родня Юры сразу начала его успокаивать. Оказалось, что его маму просто сильно покоробило, что всю мебель выбрали без нее, тогда как она очень хотела поучаствовать в процессе. С тех пор свекровь больше не порывалась критиковать Ксюшу. Видать, поняла, что в конечном итоге виноватым окажется ее сын. На Юру тогда она, кстати, тоже еще долго дулась за то, что не посчитал нужным информировать ее обо всем, что происходит в семье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok